Такую сделал я колхозину, приколхозил антенну на АДСБ. Вот у нас получается вид. Это у нас запад, то есть открыто. Возможно, буду принимать борта. Возможно, не знаю, не факт. Надо попробовать сейчас я что-нибудь принимать. Так, вот кабель, который идёт. Вот сам у нас АДСБшный, ну господи, USB-донгл с пониженным уровнем шума. Ну, в общем, получше, чем тот, что был немножко. Сейчас подключим, посмотрим. Так, вот пошло. Смотрите, считает, фиксит и валит. Смотрим трафик, борт видит. Посмотрим на флайрадаре, где он. Вот он у нас. Три километра высота. И вот тут, видимо, у меня как раз открывается вид на этот самолёт. Ну, вернее, вот направление. Потому что я сразу, чётко, даже на трёх километрах... Вот, смотрите, вижу полностью борт. Скорее всего, и карта будет. Сейчас, секунду. Да, есть карта, отлично. Вот у нас карта. Вот как раз у меня... Вот, смотрите, АУ-675. Вот видно борт. Это 400 километров. То есть, получается, как раз открыта у меня вот эта часть. Причём, смотрите, у него высота небольшая. Согласно флайрадару, это у нас... Где он тут у нас летит? Уже три километра высота. Да, даже не 10. Да, три километра, 700 километров в час скорость. А я с ЗП, вот Запорожье. Ещё раз смотрим. Вот. Ну, я так понимаю, уже данные пропали. Это он выхватил. И дал вот такую вот информацию. Такой вот самолёт. Да, ну, ещё идёт он информация. Но уже не так активно, как хотелось бы. Вот этот борт. Так, что тут у нас? Подхватывает, да, подхватывает инфу. Ну, в общем, можно сделать вывод, что, к сожалению, у меня открыто более-менее это вот направление. То есть, если там какой-то борт летит, а он тут не летит. Потому как это неоживлённая трасса. Трасса у нас, вот, как видим здесь, учитывая, что у нас тут, так сказать, вейна. И уже нет такой активности, как до 2014 года. Поэтому сильно не позабавишься, как я люблю в этом плане, с авиацией. Ну, принял то, что принял. Продолжение следует...